Братья и сестры, здравствуйте! Сегодня мы разгнём Святую Книгу чуть раньше, в Завете Ветхом, поскольку всё это написано нам на Зидане, как пишется в Завете, чтобы вы терпением и утешением Писаний имели надежду. То есть весь Ветхий Завет написан для нас, чтобы мы терпели и утешались и с Писанием имели надежду. А Бог терпение и утешение да даст нам одно и то же думать во Христе Иисусе Господе нашему. Когда заканчивается Моисеева Тора, пять книг Моисея, то есть это такое незыблемое ядро священных текстов, Библия не заканчивается, она идёт дальше. И первая книга, которая читается после Торы, после Второзакония, это книга Иисуса Новина, Ишуа бен Нун. Это юноша, который взял на себя тяжесть управления народом после смерти Моисея. Вот мы прочитаем некоторые отрывки из первой главы этой книги. Это интереснейшая книга, описывающая Иисуса Новина как великого воеводу. Интересно, что звали его Осия. Но поскольку Моисей знал, что нужно передать ему права, права управления народом, и не он, Моисей, а именно этот юноша заведёт людей в землю обетованную, Моисей только издалека его ведет, то он переименовал его. Переименовал его именно в Иисуса. Был Осия сын Новина, а стал Иисус сын Новина. Потому что Моисей знал, что он, Моисей, как и закон, данный через него, может только довести до края земли народ. А в саму землю завести должен Иисус. Это пророчество о Господе Иисусе, который заводит нас в рай сладости и даёт нам то, чего хочет душа наша. Вечную и блаженную жизнь. Именно Иисус. Причём переименовал Моисей Иисуса при помощи одной только буквочки. Йоты. Это запятой такой. Самая маленькая буква еврейского алфавита. Его звали по-еврейски Осия, то есть Гошуа. А он добавил к нему букву Йот, и получилось Иегошуа. То есть это одна буквочка, о чём и говорит Евангелие, что Йота едино или едино черта. Не уйдёт из закона, не пройдёт, доколе всё не исполнится. То есть это вообще бездна премудрости и красоты. И вот что говорит Господь Бог Ишуа, Игошуа беннуну, Иисусу Новину, когда Моисей уже умер, а нужно было заходить в землю уже под водительством этого человека. Говорит, никто не устоит пред тобою. То есть ты должен перейти через Иордан, ты, весь народ, в землю, которую я даю им самым Израилю. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь твёрд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которой я клялся отцам, их дать им. Только будь твёрд и мужествен. Запоминайте, это выражение повторяется несколько раз здесь, поменьше-меньше четыре раза в общей сложности. Будь твёрд и мужествен. И тщательно храни, и исполняй весь закон мой, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Слышите перефраз с первым псалмом потом? Блажен муж, который изучает закон Божий день и ночь. Дабы в точности исполнять всё, что в ней написано. Когда ты будешь успешен в путях твоих, и будешь поступать благоразумно. И вот я повелеваю тебе уже в третий раз, Господь говорит, «Будь твёрд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдёшь». Три раза повелевает Господь Бог Иисусу на вину быть твёрдым и мужественным. Он и так был не из робкого десятка, он был одним из двух соглядатых, которые видели землю обетованную и не убоялись идти в неё с мечом. Он видел всё, что делал Господь через Моисей, он путешествовал по пустыне. То есть это были люди, закалённым сердцем и видевшие то, что мы никогда не увидим в пределах земной жизни. Потом он пересказывает народу всё это, и народ тоже говорит ему. Народ говорит, да, мы будем слушать тебя, как сказал тебе Господь, «Только ты, — говорит народ ему уже, — только ты будь твёрд и мужествен, будь твёрд и мужествен. Уже люди говорят ему четвёртый раз, в первой главе повторяется то же самое слово, будь твёрд и мужествен, и мы будем с тобою». Зачем это нам надо, братья и сестры? Затем, что всё это написано, повторяем, назидание для нас. И заход народа в обетованную землю, завоевание земли вооружённой рукой, разделение земли по коленам, изгнание семи племён, ферисеев, гиргисеев, февусеев и так далее, это некий образ духовной войны, которую ведёт каждый христианин. То есть нужно завоевать землю сердца своего, на которой живут семь злых страстей, начиная с гордыни, заканчивая там платоугодием. Там живёт и уныние, и зависть, и прочее, прочее. И нужно вооружённой рукой духовно вести борьбу внутри сердца своего, за землю сердца своего. Это и земля обетованная, там место рая, рая Божьего, подлинного. Если он не будет снаружи, внутри, то снаружи он нас не согреет. Нужно, чтобы рай был снаружи, а рай был внутри. Как было в Адаме до греха. Адам был в раю, и в Адаме был рай. Если внутри рая нет, всё без толку, всё, что снаружи без толку. И вот мы должны быть вести войну некую духовную самим собой и сердцем своим, и со страстями, которые жируют на земле сердца нашего и временно занимают её. И для этого Иисус Новин нам в образец вождя, который ведёт нас на войну внутреннюю, духовную, для освобождения Святой Земли от тех, кто осквернил её. И говорится три раза Богом, Иисус Новин, «Будь твёрд и мужественным». И народ ещё раз, четвёртый раз говорит, «Только ты будь твёрд и мужественным». Так что человеку нужна твёрдость и мужество для того, чтобы исполнить завещанное и получить обетованное, как пишется в послании к евреям. Ещё нужно вам терпение для того, чтобы исполнить всё, что вам сказали, и получить всё то, что вам обещали. Читайте не только Новый Завет, читайте и Старый Завет, потому что всё писание богодухновенное и полезное для обличения, научения, наставления в праведности. А сегодня мы с вами одним глазком заглянули в первую книгу, которая после Тора идёт, после Пятикнижия Моисеева. Книга Иисуса Новина. Главные слова оттуда это «Будь твёрд и мужественным». Ты переходишь, Иордан, и я буду с тобой. До свидания.